всем привет дорогие друзья с вами снова я мастер чу и я абсолютно не зря сегодня зашел на корейский сервак ведь все обновления ребят идут скорее и все как я уже говорил не раз собственно начинается именно скорее что сегодняшнем видео мы рассмотрим мы рассмотрим новости с русского сервера то что сейчас происходит и какие новости они опубликовали это первое второе поговорим с вами обновлении 180-260 приблизительные даты и приблизительный контент который будет введен итак ребят вот самое первое что необходимо нам разобрать это вопросы ответы о слиянии серверов в мае слияние произойдет скорее всего сразу же вместе с патчем либо 2 мая либо приблизительно 5 то есть но как это было на тайском серваке они выпустили патч на к прокачку 180-260 после чего сразу же через три приблизительно четыре дня начали активное слияние серваков давайте рассмотрим как это будет они здесь написали своеобразный гайдик что будет происходить и вам соответственно эту информацию обязательно нужно знать не беспокойтесь ваши персонажи на объединенных серваках будут сохраняться то есть если у вас более четырех чаров первостепенно у вас вы сможете увидеть чаров максимального левела то есть допустим у вас есть 3 180 на одном серваке на другом сервере 120 180 и допустим 161 то у вас сохранит скорее всего сразу же все четыре персонажа которые 180 левела и 161 также будет сохранен но вам придется выбирать кого из них в итоге вы будете также сохранять что дополнительно пишут произойдет с эффектами персонажа немножечко на самом деле не понял что что о каких эффектах идет речь но тем не менее они говорят что в эффектах персонажа как раз таки о сохранении четырех основных персонажей что произойдет с рейтингами арены они все будут сброшены то есть вероятнее всего вы будете либо с нуля прокачивать и либо они их совместят то есть два первых места грубо говоря кто на первых местах на всех серваках станет первым вторым третьим четвертым и так далее захваченные крепости все также скинутся в захваченных крепостях вы будете полностью с нуля то есть это будет грубо говоря новый сезон осады крепостей что произойдет с титулами ну соответственно постольку поскольку вы не будете являться обладателем этой крепы они будут скидываться далее что произойдет если на двух серваках есть персонажи с одинаковыми именами например это актуально для меня если есть где-то такой же мастер чудо то что будет происходить там будет такая система я не буду вам сейчас вот это все разжевывать по факту если я создал мастера чего 1 января какой-нибудь дядя вася создал ника с таким же персонажа с таким же ником приблизительно 2 марта то нас будут называть мастер чу-1 и его мастер чу-2 грубо говоря да либо вот с каким-то иероглифом как они проект прописывают и у меня будет возможность нам дадут каждому паталону как с помощью которого мы сможем изменить ники и я смогу изменить ник на мастер чу просто мастер чудо из-за того что мой персонаж был создан раньше а он уже не сможет создать ник мастер чу он сможет создать ник мастер чу-1 мастер чу-2 и так далее что произойдет с друзьями а то что они смогут перенести также они постараются перенести то есть вероятнее всего друзья алмазы топазы очки лояльности все валюты также сохраняться что произойдет с факторией будет все перенесено на новый объединенный сервак то есть они как-то хотят это сделать чтобы все разом перенеслось ну и почтовый ящик я конечно стоять и на вам рекомендую не они а я рекомендую все забрать из почтового ящика чтобы не было каких-либо неприятных событий также из приятного вообще на самом деле разработать что-то последнее время радует как новостями так и количеством выдаваемого контента окей понеслось они открывают новые серваки на латинской америки то есть они заходят на регион латинской америки также что они делают они будут открыть будут открывать дополнительный европейский сервер зелен я не знаю пойдут куда-то туда например какие-то новые русские но имеется ввиду не новые русские в плане там понимание да как он как она была в двухтысячных а просто пойдут ли туда русские игроки я не знаю если вы спрашивали про deforge 7 deforge 8 то вероятнее всего вот ваш шанс это не deforge это все-таки зелен и там все-таки будут собираться скорее всего солянка сборная мясная из европейских игроков если вы долго думали то можете начинать на вот этом серваке будут зелен 1 и зелен 2 для того чтобы они быстрее качались и хорошо себя чувствовали у них скорее всего будут бонусы такие же как были на корейской версии игры когда я стартовал именно на новом серваке то есть награды за левел там банки на опыт и так далее то есть возможность докачаться у них до 180 левела будет и будет она очень хорошая что еще стоит здесь упомянуть разрабы прописывают здесь информацию о том что они это делают для того чтобы конкурентная и более динамичная игра была именно с точки зрения кланов и так она и будет на самом деле на объединенном серваке играть будет интересней но ребят готовьтесь к чередям из-за того что в общем и целом возможно кто-то вернется в игру возможно кто-то продолжит играть и все серваки либо сольют в один deforge либо допустим deforge 1 deforge 2 deforge 3 будет пока что непонятно как именно будет произведено слияние этих серверов нужно будет понять что будут очереди и отнестись к этому нормально вот очень важный момент имейте в виду что персонажи подходящие под все у следующего требования будут удалены при слиянии сервера что это означает то есть все персонажи на аккаунтах с которых не заходили в игру 30 дней и больше то есть если вы не заходили в игру 30 дней если у вас нету персонажей выше 10 уровня и если персонажи на аккаунте без истории транзакции то есть если все эти три условия соблюдаются то ваш аккаунт просто сотруд здесь дальше идет расшифровка по дублированным именам и так далее какой будет этап дальше прописано как они все это дело будут делать ну а наше собственно дело вообще понять что что будет происходить в игре в мае и так ребят будет введен контент 180-260 век когда это будет происходить ну по предварительным оценкам ну приблизительно 2 мая то есть но надо понимать что там закончится ивент и 2-3 мая мы будем ожидать скорее всего патча 180-260 мое личное мнение поводу этого патча он достаточно сложен там вам придется фармить еще больше и кач действительно действительно хардкорен вероятнее всего добавят новые элитные подземки в под элитными подземками я понимаю что добавят скорее всего вот эти инсты дословно как их перевести на самом деле я к сожалению не знаю но по моему это фоб переводится как forest of secret то есть скорее всего он переводится как либо лес зеркал либо лес секретов но приблизительно такой такой должен быть перевод здесь в этой локи будет много интересных спотов но ребят готовьтесь локация достаточно сложная то есть как мы видим как мы видим тот контент который они нам сейчас дали ивентовый с драконами с яйцами он при вообще на корее только-только недавно был введен для кача 260-320 то есть та локация в которой вы бегаете запомните ее вы ее скорее всего на патче 180-260 не увидите но вы увидите вот такую вот локацию как она будет собственно выглядеть я думаю кто застал то время когда я качался на корее скорее всего помнит эту локацию это локация с огромным количеством медведей медведи очень сильно прошибают и дальше все вот такие лесные существа ребята здесь top spot и собирать вам видос делать если очень сильно захотите конечно сделаем но здесь фишка в том что top spot как таковое ты все это подземелье потому что здесь мог бы стоят очень кучно как вы видите и их огромное количество то есть но вероятнее всего многим из вас будет просто актуально стоять в любом месте именно в этой локации специально для вас я нашел информацию как это собственно происходило на той какой именно контент они добавляли то есть кроме планки 180-260 новых локаций они добавили увеличение левела ачивок то есть все достижения которые вы делаете они добавили для них дополнительные уровни сложности то есть продлили их то есть если где-то вы прокачивались там максимальный уровень был грубо говоря 10 они добавили еще по паре уровней также они добавили две новых странички run 11 и 12 я к сожалению не знаю по рунам у меня получится нет вам сейчас показать но очень сильно на это надеюсь они добавили 11 и 12 страницу давайте поглядим да вот вот эти две страницы вы можете их сейчас у меня видеть как они будут выглядеть 11 и 12 также они добавили эликсиры эра эргрейда и выше то есть вы сможете прокачать ваши эликсиры до эргрейда также они добавили новую территорию оран что касается именно самих территорий территория оран достаточно большая то есть по факту 1 2 локация и по моему даже третья локация это все для качества 80-260 добавили 4 новых фарта но по поводу фартов не думайте что у вас буду будет большое количество фартов где они у нас тут 30 на 30 это открытая сада вот то есть они добавили вот они данные форты возможно их добавят возможно нет и вот с этим я точно не знаю к сожалению будут или не добавлены эти форты но скорее всего да чем нет давайте посмотрим что они добавили с точки зрения сложности и что скорее всего добавят у нас что они добавят а что уже добавили не так они добавили новую сложность в суммон инсте стал доступен вот такой вот лут пожалуйста 1 плюс 1 сложности с 2 сложности не добавляли уже позже так что для 223 левела вот такая вот будет сложность видите combat power который будет необходим для входа далее они добавили также одну сложность для подземелья с получением опытом кстати с в подземелье опыта очень странный такой прикол что у них на последний на предпоследний сложностях одинаковое количество опыта дается не знаю чем это связано и еще с чем это едят но добавит на 220 левел вот такое новое подземелье с опытом также они добавили самую последнюю сложность с подземельем адены то есть самый крутой дракон вам будет доступен и также combat power вы видите какой будет вам необходим для входа в это подземелье и продолжаем также добавили они одну сложность в данном подземелье защита храма вы видите на 218 левле насколько крутая будет награда то есть это лак и сэр грейда сразу же две штуки на выбор и две коробки то есть соответственно вот данная тема то что вы сможете очень быстро прокачивать вероятнее всего ваше оборудование ваше оборудование боже мой ваш мод это очень круто что дополнительно они еще добавили кстати мы с вами только что поговорили насчет этих подземелья да но забыли упомянуть тот момент что в элитных подземельях которые они вот эти ввели в виду точнее 180-260 также должна быть одна сложность определенная для входа именно в пока режиме то здесь повсеместно теперь в локациях на корейских серваках и надеюсь что на русских серваках тоже такое будет будут вводить именно пока зоны то есть зоны в которых лут чуть получше но где вы сможете спокойно и без препятствий беспрепятственно убивать ваших персонажей то есть не просто вот эти вафельные зоны да где вы бегаете там у вас птички ангелочки везде летают а где вы зашли и прям надо сжать булки и хреначить противников замечательный эмулятор закрашнулся ребят если вы кстати напомню хотите играть в данную игру с компьютера и в описании есть ссылочка на то чтобы скачать bluestacks проходите скачивайте вам плюс мне плюс не будете засаживать свои телефоны так вот добавят вот эту локацию с лесом чудес замечательный где будет много мишек много зверьков всяких которых вам нужно будет убивать и мы с вами обсуждали тот самый момент что добавят именно пока локация где вы спокойно заходите можете убивать все что движется это очень и очень и очень блин круто для игроков для всех скорее всего будет очень интересно в хай локации пвп-шица покажется получая лут чуть лучше чем в обычной пве локации именно из-за этого чаще всего люди собирают синий шмот потому что основной контент в этой игре хоть его и мало пвп-шного но основной контент желательно конечно проходить в пвп-режиме ну что вы будете получать больше чем остальные дальше что еще дополнительно ввели но то что вряд ли введут у нас ввели сразу же 100 этаж той то есть к моменту когда выходил к моменту когда выходил с патч 180-260 до на корейский сервакой на тайский серваках у них уже был доступен 90 то что и антони открыли доступ к сотому этажу то есть давайте сразу же пробежимся посмотрим награды вот на данный момент максимальная награда за 80 этаж возможно откроют 90 той но я сомневаюсь что они в середине апреля запустили нам 80 тут hats прошло грубо говоря три недели и они запускают нам 90 но тем не менее давайте посмотрим на награды на восемьдесят пятом этаже на будет рандомная ср бижутерия падать это круто на восемьдесят пятом даже получите рандомный ср вижу и на девяностом этаже будет возможность получить также атрибут брейк камень что будет если введут сотый этаж go быстренько пробежимся также будем рассматривать награду на девяносто пятом здесь уже будет ср бижутерия на выбор которая вам необходимо что является очень крутым бонусом а также на сотом этаже получить сразу два атрибут ср great камня что прям очень круто но я сомневаюсь я думаю что на 9 мор если введут то и новые этажи то это вероятнее всего будет 90 также какой еще рассинхрон произошел у нас сейчас ставим рассинхрон в том что именно в рифтах рассинхрон произошел в том что вот эти сложности которые нам добавили до 2 последние они у них были добавлены как раз таки в этом патче то есть в патче 180-260 они добавили две этих сложности и посмотрите внимательно на левелы которые реально требуют эти рифты в которой вы сейчас пытаетесь ходить и что-то там убить 220 и 260 уровень вы просто вдумайтесь в это 220 и 260 если вы вам сейчас очень сильно напряжено это делать то вы должны понимать тот сам момент что вот эти рифты которые вам добавили вы до 320 уровня будете в них ходить вы еще все успеете сделать не переживайте то есть если кто-то сейчас такой резко надо собирать срочно красный рад то ребят маркетологи постарались и ввели эти сложности чуть раньше чем они реально должны были быть введены и скорее всего у всех у ваша задымилась башка повод того чтобы были надо точно собрать красную рар пуху либо были надо точно собрать красный рар сет это было введено специально для того чтобы появился очень сложный контент которому вам типа необходимо собрать красный рар но вот повторюсь на то эта сложность которая сейчас у нас введена она максимальная и она на 320 уровне и на корее даже то есть рифтов сложней вы не увидите из рифтов вы увидите еще два дополнительных на обзоры на которые у меня был ближайшее время это рифт с драконами и рифт с увидите там много много света много много всяких вспышек но увидите два рифта еще также будет добавлено но не в патче 180-260 об этом не думайте хотя они могут нас удивить все-таки ввести следующее что еще будет введено в игру скорее всего введут не скорее всего обведут your great как увидите на мне вообще ничего your грейда нету на корейском сервере как вообще можно будет делать этот самый your great я объяснял это уже ни один и не два раза в своих видео но давайте поглядим когда вы будете нажимать на ваше оружие на кузницу да и пытаться там либо заточить либо еще что добавим добавят новый значок you are он станет доступен только в тот момент когда вы докачаете вашу ср пуху либо шмот до левела 30 нажимаете на эту кнопку и что мы видим для того чтобы скрафтить ваш you are great вам необходимо будет собрать большое количество рецептов самое сложное потому что на your great для того чтобы собрать your great вам нужны именно рарные рецепты именно на ваше оружие а будут они падать всякие рандомные до их можно будет обменивать но это уже совсем другая история также необходимо будут такие вот камушки они по моему называются радиантные по моему это радиантные камни также необходим будут вот такие вот камни то есть материалы материалы экипировки что они будут давать и как их получить вот вот эти вот материалы экипировки вам вы будете получать когда будете разбивать ваше оружие либо шмот начиная с с грейда то То есть SR, SR ненужный, можно будет ломать и получать предметы, которые вам, собственно, будут необходимы для того, чтобы сделать UR grade. Также точно и со шмотом. То есть рецепты, вот эти вот обрывки, которые вы будете получать при разрушении ненужного вам шмота и огромное количество вот этих вот радиантных камней улучшения. Также необходимы будут слитки. Быстренько сразу по слиткам пробегусь, где их как получать нужно будет. Возвращаемся, переходим в меню, переходим в подземелье и вот. Вот оно. Плюс одна сложность будет, скорее всего, добавлена именно в ежедневном подземелье. И вы будете отсюда получать в определенные дни по одному слитку. Что это за слитки? Для крафта UR grade будет необходимо то ли 10, то ли 20. Но на самом деле не так уж и много. Эти камни очень быстро на самом деле собираются. 10, да. 10 камней всего лишь будет необходимо. И вы уже сможете влить их сразу же в вашу пуху. Вы сможете также постепенно вливать вот эти вот ресурсы, как только вы их собираете полностью. Допустим, вы насобирали 5000, да, вот этих камней. Влили в пуху. Все, они там зафиксировались. У вас одна часть выполнена до UR grade. Вы насобирали, допустим, вот эти камни. Влили их все в пуху. Замечательно. Вы насобирали слитки. Также влили их все в пуху. Самая большая проблема будет именно с рецептами. Что могу, ребят, вам посоветовать в подготовке к патчу 180-260, который, вероятнее всего, выйдет 2 мая? Могу посоветовать, если у вас есть много ашного шмота, перекрафтите его хотя бы в S grade. Для того, чтобы у вас было что разрушать, скажем так. Что еще дополнительно могу пожелать? Ну, блин, собирайте большое количество адены. Адена в этой игре все-таки это чаще всего порог, которого вам не хватает. И старайтесь собрать как можно больше аден. По факту в патче 180-260 будут именно вот такие изменения. То есть магнадин, локацию вот этот летающий город и так далее, это скорее всего не введут. Они будут чуть попозже в следующих патчах, но тем не менее они будут. Насчет боев 3 на 3 тоже непонятно, введут они у нас их или нет. Именно с этим патчем 180-260, но я очень сильно надеюсь, что введут. Если введут, то я сделаю еще пару видосов на эту тему. А так, ребят, всем удачи с прокачкой. Я думаю, что у вас все получится. Кто хочет забросить игру и уже забросил, ну, возможно, настало ваше время, чтобы вернуться хотя бы, посмотреть, что сейчас здесь происходит. Кто не забросил, молодцы, успехов в прокачке. Ставим лайки данному видео, комментируем. Я надеюсь, что данный поток информации был для вас полезен, как с точки зрения соединения серваков, так и с точки зрения маленьких введений таких. И того, что будет введено в патч 180-260. Спасибо большое всем за внимание. Пока-пока. Ва, ребят, я тут одну вещь забыл по скриптуму. Извините за небольшой такой скример. Короче, я делал, рендерил этот видос, редактировал, вот он укладывал звуки, всю фигню. И вспомнил, что на корейских серваках ввели же новые, блин, пухи и новый шмот. Новые пухи и новый шмот имеют новый атрибут. Это атрибут атаки и защиты по... Атака по драконам и защита от драконам. То есть это именно типы существ драконы. И что-то, блин, я вангую, ребятки, что, кажется, будут в ближайшее время Антараса вводить. И это было бы нереально круто, если они реально введут Антараса. Но из-за того, что все мобы, большинство, точнее, мобы в последних локациях, это именно драконы, у них нереальнейшее просто 10-й левел атрибута плюс 325% атаки по этим драконам. И, блин, я даже, честно, не представляю. Это круто. Это просто очень круто. Кажись, они нас сводят к тому, что нам нужно иметь шмот именно со всеми бонусами и атрибутами. Ну, это же вообще тогда совсем дичь получается. Большинство игроков на Корее, кстати, очень сложно найти именно вот эти пухи с уроном по драконам пока что. Большинство игроков, потому что до сих пор бегают фулл синие, фулл синие арары и не заморачиваются. Хотя вот, глядите, я нашел SR, который уже почти фулл UR grade левел 40. Почти заточенный, блин. Ну, вот нашел также пуха с уроном по драконам. Это фулл атрибут, фулл уже максимальный максимальный левел. Вот так будет выглядеть именно эта пушка по драконам. То есть это, повторюсь, это новый сет. Я не знаю, как они его... Желтый рар у нас придумают сделать или еще какое-нибудь, но на корейских сироках это самый обычный сет, но именно с уроном и защитой от драконов. Ну, прикольная штучка. Если что-то найду, короче, еще дополнительные, ребят, сейчас пущу видео рядом именно по шмоту, по пухам. Это, если что, на эссере костюм. Это не то, как выглядит этот костюм на самом деле. Если что, вот именно лук вы видите. Остальные, если какие-то еще найду пушки, пущу сейчас видео рядом в конце видоса. Спасибо большое, что досматриваете мои видеоролики до конца. А специально для тех, кто не может найти интересующую его информацию в описании к видео есть ссылка в которой вы можете найти список всех гайдов удобно сформированный. Подписывайся, ставь лайки, и да пребудет с тобой сила!